МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Президент Беларуси Александр Лукашенко выказал сегодня на перемовах с президентом Молдовы Игорем Дадоном. В формате сам НАСАМ, а так само с уделом членов делегации, керавники державу обмерковали развитие супрационерства помеж краинами. Александр Лукашенко отзначил, что Беларусь вырабляет и товары, которые потребны в Молдове. В свою чергу продукция в этой республике так само запотребована у нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншавал супрационников, работников и ветеранов спортивного товарыства «Динамо» с 95-й годовины, с дня утворения. На протягу всей своей истории эта организация з'является основной базой для развития физкультурного руху, спорту высшейших досягнений и профессийной подрыхтовки супрационников органов правопарадки Беларуси. Многие наши славутые атлеты носят гоноровое имя «Динамовец». Среди них Иван Тихон, Александр Андрей Богданович и Дарья Домрачева, Надея Скардина и другие. Их успехи увасабляют незломную волю до перемоги, уселяют у нас почутствие гонору за краину, служат патриотичному выхованию молодей, говорится, у Виншаванни. Президент пожадал супрационникам, работникам и ветеранам БФСТ «Динамо», «Моцного здоровья», «Счастья», «Добробыту», «Ярких перемог» и новых рекордов. Больше как 430 тысяч жихаров Гомельской области примел делу республиканским «Суботнику», який отбудется 21-го красавика. Зараз завершается подрыхтовка, вызначаются места проведения работ. Организационные пытания сегодня обмярковывали подчас нарады у Гомельске облыканками. Республиканский «Суботник» – это кульминация в основных работ по доброупорадкованне и озелененне. Керовники республиканских органов державного кирования и инших держорганизации примутся собистую делу «Суботнику» с выездом на свою малую родиму. У парадок проведут мемориальные комплексы и объекты культурной спадшины, место отпочинку. «Суботник» пройдет на добровольной основе, на рабочих местах, либо на осуществление благоустройства территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей. В прошлом году, для сведения, приняло участие порядка 440 тысяч населения в республиканском «Суботнике». Поэтому, я думаю, что и в этот раз цифры будут не меньше, чем прошлогодние. В регионе подчас проведения республиканского «Суботника» плануется зарабить каля 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полова от этой суммы будет передадена в республиканский бюджет. Остатние сродки застанутся в распоряджении обловы «Канкама». Их накируют на проведение належных стан населенных пунктов, воинских похоронений, а так само на подрыхтуку оздоровленших и спортивных лагеров до летнего сезона. Где народился, там и сгодился. Так, в самой простой форме можно сказать про героев информационной акции «Прытягнение», якая сегодня распочалась в Гомельской области. Я ее мета рассказать об людях, які счастливо живут и працуют на своей малой родиме. Як реализовать себя в разных сферах и при этом не дорваться от родной земли? Расскажут люди розных узростов, профессий и интересов. Першими удельниками проекта стали молодежи, хары Хойницкого района. Нашего першого героя – головного агронома к супэксперментальне база «Страличева» в Ольгу Ярац мы сустрели на складе «Насенне». И не выпадкова зараз полным ходом иде пасявная. С керунником господарки Владимиром Бондаром она обмерковала ход одного из самых важных этапов полевых работ. Для их это другая пасявная на посаде головного агронома. Шерах обовязка у Виолейки – працовный день начинается у шесть годин ранец и завершается поздним вечером. И девица девчонок этого не завсёды хопая, как выконать всё необходимое и запланованное. Минулогодняя дебютная пасявная, каже, была ещё больше складанной. Доброе, что коллегия в поле этого основным мужчины завсёды допомогали и справой, и парадой. В этом году не тяжело уже, просто было в том году тяжеловато, как бы, а в этом уже нормально. Уже знаешь, уже опыта набралось, уже легче. Слуцкий медколледж, потом праца по профессии в Гомеле и Хойниках, служба у войску, где так само займался медициной. И всё ж таки, крывая лёсу, вывела Михаила Анискауца ближе до дому. Зараз он живе у вёсцы Козелужа разом с батьками. Худка плануя переехать у свой дом, який зараз ремонтуя. Працуя помощником урача у Гленищанской амбулатории. Это в 18 километрах от Козелужа. Добирается на уластный Малто. С початку до мужчины-фельдшера пациенты АИХАМАЛЬ-2000 относились с невеликой Настярогой Азара, с циалком доверяют. До речи покидать родные мястины Михаила Нисковец не сбирается и далее. Думал немножко в столицу податься, но всё-таки как-то дом больше меня тянет. И решил устроиться здесь, там, где вырос. Люди здесь хорошие, всех знаешь. И так вот в дальнейшем планирую также здесь работать. Полина Хода – свыхованка Хойницкого центра культуры. Менавито тут её и привили любовь до творчести. И коли стал выбор, кем стать, долго не думала. Узяла метовое накерование и отправилась поступать в Минску, Белорусский державный университет культуры и мастатства. Столицу покидала со спокойной душой. Уродные Хойники верталася с радостью. Молодая, инициативная, энергичная. Своим импетом яна зараджая и своих вучняв. Кераунитство, подшинание своего молодого культорганизатора, подтрымливая и дае волю для самой реализации. Не так давно по линии Ходес доверили отказную работу. У рамках международного проекта у Хойниках организовали курсы театрального мастерства для детей и дорослых. И девчина их узначалила. Премьерный спектакль жихары Хойника убачили минулой зимой. Мы поставили новогоднюю сказку «Это таинственный зимний лес». Был большой аншлаг, очень много людей. Мы сами не ожидали, что столько желающих будет посмотреть эту сказку. Дети с удовольствием участвовали. Было 50 человек участников только. В минулом году в Хойницком районе до працы приступили больше за 130 молодых специалистов в разных сферах. Частка из них, конечно, покинуть район после отпрацовки. В основном, это не мясцовые урадженцы. Свои участия застаются на Малой Радиме. Это притяжение связано не только с почутцами, а и с умовами, которые для них створают. На сегодняшний день мы с полной уверенностью говорим о том, что молодые специалисты к нам приезжают и закрепляются, и остаются на территории района. У нас нет вакансий и нет, скажем, кадрового голода по таким сферам, как образование, культура. Здравоохранение мы тоже уже закрываем. Ну и для молодых специалистов у нас создано на нашей территории практически все. Во-первых, самое главное и важное – это жилье. Каждый год у нас строится один дом для молодых специалистов, и им дается либо однокомнатная квартира, если это семейная пара, то двухкомнатная. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Схойницкого района. Году Малой Радзимы сегодня присвятили черговый открытый диалог БРСМ. У делу размове с молодью принял наместник старшины постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по адукации, навуции, культуре и социальном развитии первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков. Открытый диалог – это широкая дискуссийная пляцовка, которая дает мощность молодой задавать вопросы представникам органов УЛАДы, политикам, предпринимательникам и громадским деятелям. Узнятые темы охопливают самые разные сферы життя. Удельниками черговой встречи стали молодые сопрационники предприятия «Гомельсельмаш». В рамках открытого диалога были расследованы вопросы развития Гомельской области, обмеркованы шляхи захования культуры, местовых традиций и звичаев, уклад молодой в этот процесс. В центре уваги тема «Года Малой Радимы». Кожный удельник встречи смог пропоновать свои идеи для реализации. Это позволило сделать диалог с оправдой открытым и продуктивным. В целом Белорусский Республиканский Союз молодых заплановал в шерах проектов, присвященных «Году Малой Радимы». Среди ближайших на Гомельщине – удел активистов БРСМ у Республиканским субботнику и высадка молодого леса у Речицком районе. Каждый человек, который сегодня имеет возможность что-то сделать для своей «Малой Родины», уверен, что должен это делать. Ну, а общественное объединение, оно объединяет эти инициативы и позволяет сделать это на хорошем уровне. Молодежь – это передовая часть общества. Уверен, что молодежь сделает хороший вклад, в том числе в «Год Малой Родины», для того, чтобы наша страна была еще лучше, еще краше. Сегодня в Гомеле отбылось суместное посаджение прокуратуры и Управление внутренних справ Аблывы Конкама. Обмерковывались выники анализу следствия судовой практики по забойствах и на умысных причинениях тяжких целесных пошкодженев, а так само мер, которые принимаются по профилактике домашнего насилия. Треть – сяроду всех гвалтонных злочинств, удостоверяется миновата в семьях. Гэта небеспечная социальная з'ява ущемляя правы и свободы наименьше обороненной категории грамадян. Жанчин, детей, людей сталага узросту. У минулым годзе на территории Гомельской области узбуджено больше, как 370 крыминальных справ у сферы семейно-бытовых относинов. За три месяца 2018-го – больше, как 100. У 75% выпадков ахвярыми гвалту становятся жанчины. Мужчины здесняют 95% подобных злочинствов. Кожная десятая отбывается на вачах у детей. За пылных причин до прикладу страху тиматориальной залежности не усе потерпелые звертаются за допомогой. Тым часам дебоширы, очуваючи свою беспокаранность, протягивают здекватца над своей семьей. Вельми часто причина тяжких и савливых тяжких злочинств миновата протяглые семейные конфликты, которые сопровождаются телесными пошкоджениями и погрозами физичной расправы. Зараз в регионе денежные тихонные предписания, кризисные покои и горячие линии для ахвяр домашнего насилия. Робится усе макшимое, как попередить трагичные наступства. В подавляющем большинстве случаев основная причина совершения преступлений – это злоупотребление алкоголем. На протяжении многих лет установлены формы и методы профилактики таких преступлений. Это направление лиц, страдающих алкоголизмом, лечебно-трудовые профилактории, ограничение в дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. С подобными заявлениями пострадавшие, в том числе от домашнего насилия, вправе и должны обращаться в органы внутренних дел, учреждения образования, здравоохранения, прокуратуру. Гомельская похоронительная группа начинает навигацию. После зимовой консервации на ахову державной границы снова выходят все катары береговой аховы. Этот год для людей в зеленых погонах в уголе особливо отказны. В мае в Беларуси будет значаться 100 годов пограничные службы. Я их история и с участностью материала Олега Синцюрова. Капитан другого ранга Новом Гапан у пограничных войсках прослужил 29 годов, починавящий у 40-х наместникам начальника Хасанской заставы на далеком исходе, потом служил на пограничных кораблях, переробленных с торпедных катаров. И хоть с участной техникой их поравновать тяжко, свою задачу пограничники поспехово выполнили, у темнику по обороне экономичных интересов Советского Союза. В час службы на острове Шакатан японских браконьеров затримывали литерально праздень. Японская территория рядом была там, то естественно тут полторы-две мили было. И они заходили, мы с целью ловли краба, ценные рыбы и так далее в наши воды. Естественно пограничники, которые охраняли государственную границу именно на Дальнем Востоке, в районе Курийских островов, Малой Курийской гривы, они задерживали их как нарушителей государственной границы. Сучасные белорусские речные пограничники до оховой державной границы, готовые постоянно. В эти дни катары начинают навигацию и выходят на Великую Ваду. Хотя это не значит, что зимой граница по рассе не оховывалась. Для катаров на поветерной подушке пирожкот практически не снует, и они сдольны рухаться по земле, люди и воде. Причем ее узровень принципового значения немая. Судно без проблем пройдет там, где лодка порушальников оказывается бескорыстной. Вот этот катар на поветерной подушке у отделения Бироговой охоты с 2015 года на боевом дежурстве он находится круглый год. Это довольно худкая амфибия, 60 километров в годину по воде и до 100 по лёде. А при чатах он может одночасово взять на борт до 10 пограничников. В 100-годовый юбилей службы пограничники сусыркают и устрои физичная и медицинская подрыхтовка, выучение материальной части сброи, отпрацовка нормативов погневой подрыхтовцы и непосредная охота дежурной границы. Кожный день расписаны литерально по хвилинах. Для лётчиков-пограничников коронная задача – поветерное патрулевание, принятые на узброение автажиры, могут вздыматься на вышине до 3 километров и находятся в полёте до 3 годин. За этот час они передоливают около 350 километров. Одностная невеликая ходкость и высокая манёвренность дозволяют эффективно контролировать ситуацию. Сховаться от такой машины порушальникам вельми проблематично. Существлять манёвры безопасно, потому что он никак не может впасть в штопор, никак не может потерять обороты. И благодаря тому, что он может летать на малых скоростях, очень легко вести визуальный обзор, поиск, преследование. Дальше наводим наземные поисковые группы, и они уже определяются нарушители, а не нарушители. Сегодня пограничники корыстаются заслуженной повагой на территории усёй Беларуси, але городский посёлок Лоев можно вызначить особливо. Формированная с пограничников 106-я Забайкальская стрелковая дивизия у вечера 16-го кастричника 1943 года вызволила гэта населенный пункт от оккупантов. Немецкая оборона, яка лечилась неприступной, была поспехово переодолена. Зараз о тых падеях нагадывая памятный знак на Лоевской аллее героев. Менавито тут сучасные пограничники проводят свои урочистые мероприемства. Именно в это сюды они придут 28 мая подчас святкования 100-го пограничной службы. Можно сказать, что это звёздная часть этой дивизии. За период войны в ней звание Героя Советского Союза было удостоено 51 воин. Из них 48 за Лоевский плацдарм. А вообще представлялось 69 воинов званию Героя Советского Союза. 21 октября 2005 года в Лоев был открыт памятный знак воинам 106-й дивизии. И это состоялось по инициативе ветеранов-пограничников и гомельского пограничного отряда. Первым, кто возложил цветы к памятному знаку, был глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель». Гомельщина заздоровила от життя. Сегодня в регионе стартовала 15-я областная информационно-пропагандистская акция. Я ей открыл круглый стол, присвященный профилактици инсультов. Кожную шостую секунду в свете от инсульта помирает один человек. За минулый год в Беларуси захворывание перенесли 32,5 тысячи человек. Коля 30% из них люди працаздольного взросла. Инсульт развивается ризыки. Некоторые, як, наприклад, спадженность и узрост, не поддаются измене, однокинших можно позбегнуть, коль изменить ладжиття. Человек, который перенес, если тяжелый инсульт, он попадает на реабилитацию. Это долгий восстановительный период, это восстановление функций. Обязательно он должен находиться на учете у невролога в поликлинике, проходить ежегодную диспансеризацию, при необходимости получать какое-то дополнительное лечение и в еще большей мере следить за вот этими факторами риска, потому что он уже находится в зоне риска повторного инсульта, что еще более страшно. И также с возрастом следует обращать внимание на забитость сонных артерий. Оздоровление ладжиття – холодный метод профилактики. У этого понятия входит рациональное охарчевание, отмова от шкодных звичек, физичная активность и контроль артериального тиска. До речи, завтра в день профилактики хвороб сердца на питание ниже хору региона откажет урач-кардиолог. Номер телефона про мою линию областным кардиологическим центром 49 17 99. Звертаться треба с 12 до 14 годин. Гомельский областный драматичный театр завтра распочинает обменные гастроли с Орловским Державным театром для детей и молодых «Свободная простора». Они протягнутся до 21-го красавика. В выполнении запрошенных артистов гомельских глядачов ждет сразу четыре интересных спектаклей. На сцене облдрамтеатра будет показана комедия «Веселые женки» Виндзора. Романтичный мюзикл «Люди ламанчи», музичный детектив «Пастка» и семейная казка «Африка». Больше подробязанную информацию об пропонованных орловскими артистами спектаклях можно доведаться на сайте Гомельского областного драматичного театра. Хочется, чтобы наши зрители порадовались этим спектаклем, который «Орел» привозит, потому что они всегда это другая стилистика, более такая молодежная, современная. Плюс этот театр музыкальный, у них всегда много постановок с танцами, с песнями. А мы надеемся, что тоже порадуем орловского зрителя, потому что спектакли все у нас интересные, достойные и всегда обычно тоже хорошо нас там принимали. На завтра в Беларуси объявлены оранжевый узровень небеспеки. Про это поведомили у республиканским гидромедцентры. Будет облачно с прояснениями. Первоважно, по уходу полови краины пройдут короткочасовые дожди. В день на большей части территории порывы ветра будут досягать 18 метров за секунду. Температура поветра уначе в складе 5-11 градусов тепла. В день будет от 10 до 16 градусов выше и за 0. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvargomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивные охляты я с вами развитываюсь. Добрых вам новинок и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Прошедшие выходные выдались напряженными для сотрудников ГАИ Гомельской области. Инспекторы работали в усиленном режиме, контролируя дорожную обстановку в местах массового пребывания людей. За этот период было выявлено свыше 3000 нарушений правил дорожного движения. 58 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 86 садились за руль, не имея права управления. 100 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов. К административной ответственности были привлечены и пешие участники дорожного движения. 93 пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие предвыходные и выходные дни на территории Гомельской области произошло 102 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травму и три человека погибли. Практически во всех случаях причиной гибели людей на дороге послужило нарушение правил обгона, а также выезда на полосу встречного движения. В Реческом районе 30-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо» и двигаясь по автодороге «Октябрьский» по Речи-Речице со стороны Светлогорска в направлении Речицы, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди» под управлением жителя Речицы. В результате происшествия пассажиры автомобиля «Пежо» 31-летняя и 61-летняя женщины, а также водители автомобиля «Ауди» с травмами были доставлены в больницу. А в Калинковичском районе 62-летний водитель, управляя автомобилем «Опель» и двигаясь со стороны райцентра в направлении «Гомеля», недалеко от деревни Малые Аутюки, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 68-летнего водителя. В результате пассажир автомобиля «Рено» 71-летняя женщина скончалась на месте, водитель умер в больнице. В празднике недоотдыха было и спасателем. Помимо ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, приходилось оказывать помощь населению в быту. За прошедшие выходные спасатели четыре раза выезжали по сообщениям о необходимости оказания помощи в снятии колец и другой бижутерии. Работники аварийно-спасательного отряда областного управления применили свои знания и специальный инструмент, благодаря чему обошлось без пострадавших. Один из случаев произошел во вторник. В 7 часов утра гомельские спасатели выехали на улицу Ефремова. Помощь потребовалась 55-летней женщине. Поздно ночью спасатели уже мчались на Головачева. С аналогичной проблемой обратилась 18-летняя гомельчанка. С помощью кусачек украшения были сняты и переданы владельцам. Одним золото мешало жить, другие пошли на преступление, чтобы им завладеть. В субботу в Гомеле было совершено ограбление ювелирного магазина на проспекте Победы. Продавцы сообщили, что неизвестный преступник с капюшоном на голове и в солнцезащитных очках похитил с витриной 17 золотых изделий. Это были цепочки общим весом 335 грамм на сумму свыше 49 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РОВД по подозрению в совершении преступления задержали неработающего гомельчанина 1998 года рождения. Все похищенное имущество мужчина спрятал у себя дома под ванну. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершился чемпионат Беларуси по боксу. На главном внутреннем старте атлеты из Гомельской области очень ярко проявили себя. В активе гомельчанок 6 золотых наград. Конкуренток в своих весовых категориях не заметили Антонина Аксенова, Ольга Степаненко, Юлия Панасович, Галина Бруевич, Алина Вебер и Виктория Кебикова. Серебро у Владиславы Колосковой и Анастасии Обушенковой. В мужской части состязаний лучшими в своих весовых категориях стали Вадим Панков и Владислав Смягликов. Александр Мельниченко завоевал серебряную медаль. Также на счету гомельчан 4 бронзовые награды. Футбольный клуб «Гомель» сыграл свой первый домашний матч на стадионе «Центральный». Игрой, продемонстрированной в матче с Минским «Торпедо», болельщики могут быть довольны, а вот результатом навряд ли. Команды разошлись миром. Итоговый счет 0-0. Заявка на игру с «Торпедо» слегка удивила поклонников «Зелено-белых». Дмитрий Дударь занял место в воротах и провел свой первый официальный матч за «Гомель». В свою очередь на скамейке запасных остались Айдов, Жосткин, Шрамченко и Канате. К слову, двое последних все же появились на поле и стали в итоге авторами двух самых опасных моментов. В целом, на протяжении всего матча хозяева владели заметным преимуществом. Однако, к сожалению, не смогли конвертировать его в забитые мячи. Следующим соперником нашей команды станет «Минская Динамо», футболисты которого в гостях одолели Городею со счетом 2-0. Такие же цифры зафиксированы на табло центрального поединка третьего тура «Батте» «Динамо-Брест». Борисовский коллектив прямо со старта чемпионата начал набирать очки и пока идет без потерь, расположившись на первой строчке. «Гомель» пока 11-й. «Гомельская команда ВРЗ» за два тура до финиша регулярного этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу сохраняет лидерство в турнирной таблице. В 28-м туре подопечные Анатолия Яновского дома обыграли «Оршанский Виттен», который замыкает четверку сильнейших. На экваторе первого тайма хозяева открыли счет, отличился Чернейко. На старте второй 20-ти минутки Евгений Клочко не без помощи соперников оказался перед воротами Виттена и направил мяч под перекладину. Вагоностроители повели 2-0, правда ненадолго. Спустя пару минут гости отставания сократили. Во время розыгрыша соперникам «Аута» вагоностроители на 6 метрах прямо перед воротами оставили без присмотра Текуришвили. Такую возможность грузинский легионер не упустил. 2-1 Виттен и далее активно продолжал оказывать давление на ворота немного растерявшихся хозяев. И вскоре цифры на табло и вовсе сравнялись. Они нас ловили на невнимательность, то, что мы недоиграли, чуть-чуть зернули моменты. Будем разбирать, работать над этим, потому что скоро плей-офф, таких ошибок больше никто прощать не будет. Вагоностроители вскоре сбили атакующий порыв энергетиков и сами организовали несколько опасных атак. И сумели вновь выйти вперед. Евгений Клочко при розыгрыше «Аута» прострелил вдоль ворот. Мяч после контакта с руками голкипера Виттена изменил траекторию и влетел в ворота 3-2. За пять минут до финальной сирены гости пошли на штурм ворот вагоностроителей. Выпустив пятого полевого, однако спасти хотя бы очко им не удалось. ВРЗ побеждает и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Светлогорск в 28-м туре на домашнем паркете уступил столице 1-6. А БЧ в напряженном поединке смог в гостях одолеть Щучин 6-4. В турнирной таблице представители региона расположились следующим образом. ВРЗ на первой строчке, БЧ на шестой, а Светлогорск – тринадцатый. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.